Я отращивал всю эту копну волос больше 10 лет И перед операциями все это надо забривать, стригать И у меня давно была идея Если я когда-нибудь соберусь полностью бриться То я обязательно сниму клип тем, как человек в космосе застрял И вынужден дрейфовать, и постепенно застариваться Мы сейчас делаем несколько фаз старения Получим следующую картинку, что я захожу в космический корабль полностью лысый и бритый Потом происходит некоторое ЧП Ломается там станция И я остаюсь в капсуле в этом космическом корабле Один на один с собой на много-много лет И вот постепенно застариваюсь Всем привет! Меня зовут Матвей Ильин, я врач-пластический хирург Сегодня у нас в гостях прекрасный человек Влад Шамин, вокалист группы Ермак И просто такой крутой, суровый мужчина Из самого центра России Почему я сказал из самого центра? Влад, откуда ты? Я родом из Красноярска Ну, прям середина Не так давно Ну, как уже, в принципе, полгода прошло Как ребята выпустили крутой такой клип в космической тематике Называется «Песня не забывай» Где Влад дрейфует в космосе И потихонечку из-за такого ученого с короткой стрижкой обрастает бородатого мужика Там не короткая стрижка, там вообще ноль волос Вот, а клип, мне кажется, вызвал такой небольшой фурор Ну, по крайней мере, на меня точно произвел такой прекрасный У меня, кстати, хороший просмотр, много Ну, прям, у меня произвел большое впечатление Мне дико понравилось, особенно как раз такие твои метаморфозы Из-за, опять же, стиля с короткой прической С нулевой в длинного бородатого такого дядю Ну, понятно, что многие поняли, что это инверсия кадров Правильно я называю это? Ну, не инверсия, это когда в обратном порядке воспроизводят Тут просто в обратном порядке смонтировано Ну, суть такая же Да Вот, в целом, опять же, самый главный вопрос Ты поменял свой имидж не только в виде клипа Но есть еще одна маленькая деталь Которую ты упоминал в некоторых интервью Операция, но не рассказывал о ней И вот я сегодня хочу об этом затронуть более подробно И приоткроем тайну нашей с тобой совместной работе Да, но для многих уже это не секрет Что я пересадил волосы У меня началась аллопеться, тридцатник стукнул И все, до свидания, волосы начали выпадать Моя грива как бы превратилась в озеро в лесу Ну, я начал немножечко стрессовать по этому поводу И обдумывать разные планы Думал там и в Турцию, и в самую популярную клинику Вот в эту вот, сам знаешь какую Тоже там обращался На три буквы? Да, 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 на три буквы пытался Как бы тоже сходить Но что-то все как-то не удавалось Разные были причины И вот как-то так случилось проведение какое-то Что вот случайно наш общий знакомый сказал Влад, а ты случайно не хочешь пересадить волосы? И вот появился Матвей И я подумал, слава богу, не надо будет ехать в эту вонючую Турцию Потому что, ну, там всем на тебя пофиг реально Вот мне так кажется Ты приехал, тебе там искромсали бошку И как бы и до свидания И что там потом дальше происходит, всем пофигу абсолютно У меня такое, по крайней мере, впечатление Я, кстати, вот убедился, мне кажется Когда пришел к тебе, когда ты переделывал за турками людям волосы Я видел эти грядки, вот, эти шрамы Ну, нафиг это надо Короче, я, в общем, очень рад, что с тобой Вот, с Матвеем мы смогли поработать и за два присеста сделать Ну, у нас с тобой два присеста было в очень-таки сжатые сроки Вообще планировалось, как бы у нас с тобой через день операция Ну, да Кстати, вот такая ремарочка, да Мы делаем не по турецкой методике, как ты уже понял Не оставляем грядки, а делаем по западной, очень такой секретной технике Технике доктора Зарева Соответственно, мы большие объемы делаем за несколько подходов подряд Получается очень красивый результат Я помню, мы с тобой, говорю, договорились сделать через день Но ты у нас что-то соскочил, заболел Я заболел, да Ну, видимо, у меня иммунитет просел, я заболел Ну, может быть Вот Но, тем не менее, как бы сейчас прошло полгода И, блин, такой имидж классный Вопрос такой, слушай, когда ты подстригся вот во время клипа Сбрил полностью свою бороду, сбрил длинные свои волосы Как вот ты себя оценил вообще с учетом проблемы аллопеции? Когда уже сбрил, ну, стал это, я думаю, что за жирная мразь Просто жаба Второй подбородок, ну, как бы за бородой не было видно Я-то ходил с бородой больше 10 лет И когда я начинал ее отращивать, я был худенький, вот такой вот мальчик А когда уже я сбрил, я весил уже там 83 килограмма Как бы такой мистер, мистер как бы с большим подбородком Скуф, да, просто реально мистер Скуф Ну, пришлось, мне срочно пришлось похудеть Я вот десятку сбросил И сейчас вот Ну, выглядишь прекрасно Спасибо, но я еще как бы планирую сбрасывать Только давай не до такого состояния Нет, ну, конечно, не до такого Не, ну, все равно еще немножечко надо, еще есть пока вот Комух нервов Вот Но интересно было, необычно Вот Но сейчас мне нравится больше Когда отросло Я сейчас еще немножечко подзапустил волосы Мне так покороче было стрижку Но я решил специально Спешл, так скажем, for you Подлиннее отрастить Вот Посмотреть вообще, как длина ложится Вот у тебя сейчас месяц без концертов Без съемок Вот единственная съемка Но здесь можно Вот Как удувать Нужно Да, и я вот решил месяц не стричься вообще Посмотреть до какой длины и вырастет И как это вообще будет выглядеть Ну, сейчас смотрится классно То есть В принципе, как у тебя сейчас прошли летние концерты С новым имиджем Прекрасно Прекрасно Как люди отреагировали? Отлично отреагировали Ну, кому-то, конечно, там это верните бороду и все такое Хэштеги появляются теперь? Ну, нет, там есть некоторые протесты Как бы возникали Но в целом Я так понял, что позитивных реакций больше, чем негативных Ну, правильно Правильно Да Это такая прям смена имиджа Планируешь ли ты обратно отращивать длинные волосы Длинную бороду? Или как? Ну, вот я попробую сейчас Посмотрим Вот за месяц сколько там отрастет Посмотрю, как это вообще пойдет И Ну, вот я уже Недели, наверное, 4 или 3 Почти вот Да, почти месяц я, наверное, не стригся Недели 3 Вот И еще вот месяц впереди У меня концерт 1 ноября В Питере На который ты меня опять не позвал Вот забыл А 16-го в Москве Приходи, пожалуйста Вот, 16-го Мне больше нравится Вот, отлично 16 ноября только Ну, вот посмотрим До 1 ноября Вот я отращу Посмотрим, что из этого выйдет Может быть Ну, вообще, да Я думаю, попробовать с длинной прической Тоже походить Может быть, попозже Ну, классно Классно Какие у тебя проекты Сейчас ближайшие планируются? Ну, вот сейчас мы пишем альбом Поподробнее расскажи Это Настоящий русский эмо-альбом Вот Эмо? Эмо, да Мы решили написать True эмо-альбом Вот Будет называться он Дневник памяти Как фильм Ну Да Но это не связано никак с фильмом Ну, такое вот Как бы Такое вот кино А как вот У тебя ж жанр не эмо-музыки? Как вы перескочили на эмо-альбом? Да у нас всякий жанр В зависимости от альбома Все Зависит И как это будет выглядеть? Ну, я просто не понимаю Что такое русское эмо Ну, это как? Это ты в черный будешь краситься? Да нет Ну, эмо это не черное И было три эмо-волны Розовый? Нет, нет, нет Было три эмо-волны Они все были разные И все такое Поэтому, ну, эмо это не вот эти челочки Там и розово-черная шашечка Это Ну, нет, ну, все-то неинтересно Я думал, ты розовый покрасишься Я такой думаю, очень классно Такого не будет Такого не будет Волосы отрастишь И розовая борода Розовая Кстати, прикольно И черная борода Розовая вверх Да Вход в гей-клуб бесплатно У нас закрыто Все Нет, короче Мне не надо такое Ну, я бы на твои Просто эти концерты Знаешь, не ходил бы В принципе, ну, мне было бы не так жалко Что ты не зовешь Вот-вот, да Я такой, слава богу, все Да Ну, вот так вот А что пишем альбом? Сняли два клипа в Питере Как? Какие? О чем? Они скоро выйдут Вот на первые Ну, чуть не приоткрывая так полностью Чуть-чуть, знаешь Расскажи Ну, они по сюжету альбома Альбом про подневнику одной девушки Вот Которая столкнулась с тяжелыми жизненными обстоятельствами Если так, очень завуалировано Вот И Соответственно, клипы, они Один клип об этом Другой клип просто бендплей бодрый Где мы рубим Рубим Правильно, круто Да А на рептилоидов будет клип? Не, не будет Хотя, может, и будет потом Ну, я не знаю Ну, как-то вот что-то вот Мне просто так запало в душе Да? Не, ну, не забывай Меня сильнее в душе сидит Я вообще люблю всякие Такую тематику про космос У меня когда-то очень давно Не знаю Это в детстве Не в детстве Это была Тоже дико зашла песня Она из MC На Марсе классно И я, наверное, очень долгое время вставлял И потом Бабах тут не забывай И тематика чем-то близко И клип такой Думаю, все Оно мое Все, вот теперь в душе Сердечке сидит Ты же знаешь Я тоже периодически там Это играю на гитарке На нервах Когда мы с тобой сможем записать Какой-то такой Ну, не профессионально Но такой Типа ля Ну, приезжай ко мне на студию Пожарим шашлык Попьем чайку На студии? Ну да Я живу Ну, у меня дома студия А Ну, все Ну, что, завтра? Завтра нет С 6 по 11 число Можешь приезжать В октябре У нас будет как раз Запись барабанов О, отлично Лотная Ну, а еще запись альбома у нас Вот как раз в эти даты Приезжай Я там вспомню Как кузнечик играется И я таким Мы типа с тобой Кавер Версия на кузнечика Да Влад Вопрос серьезный Я знаю, что ты Не только Занимаешься музыкой Не только В принципе Покупляешься На, так сказать Телевидении В камере Но и занимаешься Некоторыми серьезными вещами С Будем говорить так В зоне боевых действий Ну да Вот Расскажи об этом Поподробнее Если это не секрет Да нет Это не секрет Но я Периодически Я работаю Так скажем С одним Известным Военным корреспондентом Тружусь у него В штате Продюсером Поэтому Езжу в разные Так скажем Местах Где происходят Боевые действия И работаю И как часто Да Ну как Часто Достаточно часто Вот Ну не как там Наверное Он сам там По сути живет Да Ну бывает Так скажем Не знаю Раз в месяц Наверное Может реже Может часть В зависимости от Обстановки Вот Ну то есть Ты тоже делаешь Так вот Будем говорить Небезопасную Работу Для Пользы Обществу Ну да Там Не очень безопасно Всякие бывали Места И переделки Ну мы не будем Как бы В это дело Углубляться Может быть там Что-то Под Тайны скрыто Поэтому Вот Чтобы Не зарыться В этой истории Я к чему спросил Как бы Я тоже на самом деле Сейчас хочу Запустить Непосредственно Будем говорить так Акцию Правильных дел И начать Помогать людям Которые С СО И пострадавшим С СО На бесплатной Основе Максимально Чем я могу То есть Это удаление Рубцов Работа с рубцами Работа с волосами Для тех Кому это нужно Там По Ряду Либо повреждений Или просто Психологические Какие-то моменты Ну потому что Мужики Мы понимаем Что как бы В принципе У нас реально Проблема Часто с волосами Происходит И Многие этому Внимание Очень сильно Уделяют Психологическое Поэтому Тоже хочу Это дело Запустить В качестве Поддержки Ты мне сможешь С этим делом Помочь Да не туши Я могу Я уже Ты-то мне об этом Говорил И я Недавно Как раз виделся С Таким известным Волонтером Ульяна Стриж Друг нашего Проекта Вот И Как раз Я ей про это говорил Она сказала У меня там есть Кому помогать Отлично Мы это с удовольствием Сделаем И я думаю Только ты про рубцы Не говорил Я вот не знал про рубцы Да Я тебе не говорил про рубцы Ты говорил только Про пересадку волос Ну рубцы тоже будет На самом деле А рубцы где Везде Надо смотреть Опять же Все зависит От типа рубцов Не со всеми Мы можем работать В амбулаторных условиях Не все поддаются Простой коррекции Тем более Мы понимаем Что большинство Военных ранений Это сложное ранение Да они разные всякие Есть Особенно Небольшие Коррекции рубцов Мы можем проводить Надо смотреть Опять же Где Что Как Не гарантирует Для того Что Всем Мы можем Помочь Ну понятно Вот А ожоги тоже Или нет Ожоги тоже Вот И самое главное У нас сейчас В штате появился Микрохирург Который занимается Кистевыми травмами Кисями Поэтому На это дело Тоже Будет устраняться Будем говорить Так Наше Предложение Акцион Нет неправильное слово Акционное предложение Но Несу Наша Гуманитарная помощь Так что мы тоже Будем готовы Рады помочь Тем более Мы знаем Что кися Это очень важная И необходимая вещь У человека Особенно мужчины Отбросим пошлые шутки Ты сам Коему поджетил Сам посмеялся Ну ты оценил Да я оценил Вот Так что в целом Мы всегда рады помочь Нуждающимся Прекрасно Я уверен Что я тебе найду Достаточное количество Желающих Вас пользоваться В первую очередь На волосы На волосы Мне нравится больше Эстетика Тем более я с этим работаю Ладно Давай мы отбросим с тобой Все вот эти За и против И поговорим еще раз Про пересадку волос Как долго ты на нее Шел До этого дела Готовился Морально Ну года два Наверное Примерно я так переваривал Искал варианты Разные И все как-то Вот не складывалось Я уже думал Там Про Турцию Реально думал Может поехать Уже рискнуть Пофигу Ну и вот как-то Проведение Какое-то Случилось Чудо Да Чудо Ну это просто Удачное стечение обстоятельств Я бы сказал Правильно Ну с моей точки зрения Что ты не поехал в Турцию Потому что Риск Он такой Не самый хороший Очень много клиник Как ты знаешь Как многие знают Да Очень много Накрученных отзывов Очень много Везде маркетинга Все к себе зовут По разным причинам Там даже Когда не нужно делать Условно говоря Оперативное вмешательство Сразу Говорят Давайте приезжайте Вы там Прям подходящий пациент Мы вам все сделаем И по факту получается Что многие люди Жалеют К сожалению Операция Такая деликатная Что нужно сделать Максимально все аккуратно И сохранить Эстетический вид Не только В зоне Куда мы пересаживаем волосы Но откуда и берем Чтобы максимально Все было максимально красиво Ну как у тебя сейчас Да Но опять же Это не окончательный результат Мы знаем Прошло полгода Нам нужно ждать целый год Ну да Еще полгода короче Как сама операция прошла Тяжело Тяжело Я тебе скажу Тяжело Почему Ну то есть Вы-то все Понятно Делали все хорошо Правильно Но просто Больше 12 часов Я уже не помню Сколько там Типа к 8 утра Мы начали Что-то такое Ну в 8 ты пришел Пока мы там разметили Пока все Ну во сколько мы закончили Там по-моему в 10 вечера Да только Или в 11 Что-то такое То есть это было Типа часов 15 Ну нет Допустим чисто Допустим там Ну часов 13 Ну пусть будет 15 Это не суть Лежишь И постоянно В тебя колят Что-то Постоянно Раздувают тебе Кожу Там Наливают тебе Физраствор Там под Под кожу А бейсбол Этот Периодически Он отпускает Периодически Он не работает Это жесткая тема Это жесткая тема Реально Во второй раз Я же вообще Даже в обморок упал Помнишь? Ну ты не в обморок упал Ты так чуть-чуть Покрутил На него Ну да И все Пришел в себя Ну бред Ну нет Все равно Мне хреново стало И это как бы Уже было после операции Когда она закончилась Уже надо было просто Встал Уже надо было Да Я вот столько времени Лежал Да встал И у меня видимо Там что-то куда-то утекло Конечно Кровоснабжение Поменяло русло И все Да И все А я не помню Вообще Мне кажется До этого ни разу Уборок не падал То есть У меня прям Спочин Я же тебя поздравлял Спочин Нет В этом ничего страшного Такого нет Мы готовим сюда Ну всякое бывает Тем более мы говорим Что это хирургия Это не так Не побаловаться Это не шутки Реально Это серьезная вещь К этому надо относиться Серьезно Не только как бы Пациентам Но и врачам А многие врачи К сожалению К этому относятся Несерьезно Мне банально даже Когда я с турками работал Один тур говорит Что у нас в принципе Если в месяц От пересадки волос Погибает там До трех пациентов Типа это нормально Погибает? Да Умирает Я такой Что? Я такой Что? Погибает Это не в Турции Это в клинике Офигеть То есть Как бы Я такой Ну А вы точно Номер один По этой отрасли Да Да Ну и видел их работы Как бы это Ну просто люди О Больно Давай мы тебе там Кучу анестезии Еще вколем Не считая дозировки Ничего А у всего есть предела Ну понятно И по барабану То есть Ну это жесть Как бы Поэтому Не у вас там Все четко было Я вот прям Чувствовал Высокий уровень Профессионализма Пять врачей Или сколько у вас там было Я не помню Пять вас было Да Все врачи Как бы все на Причем разных Будем сказать Специальностей Но обладающие Официальными законами Так сказать Требованиями Чтобы это сопроводить Вот Поэтому мы тебя Держали под контролем От начала От Еще до операции Пока ты нам все анализы Присылала И вот После Да Мне очень понравилось В плане Именно Так скажем Работы Персонала Людей Специалистов Мне все очень понравилось Вот Мы же сейчас Еще новую клинику Открываем Расширяемся Побольше Ну где я был Ну нигде мы тебя Оперировали А куда ты Придел То есть У нас сейчас Прямо уже Официальное Открытие Должно быть В октябре И мы Открываем Двери Для всех Нуждающих Там будет Не только Как бы Волосы Пересаживание Там и Эстетическая Косметология И трихология И дерматология Даже Дермотонкология Будет То есть Плюс Сосудистые Хирурги То есть Большой спектр Расскур Которые Необходимы Для оказания Помощи Будет так Что мы там Будем держать Всех пациентов Крепко В узде И следить За каждым Пуком Так сказать Ну хорошо Я поздравляю вас Спасибо большое Но мы тебя позовем Открытие Чтобы ты у нас Спел песенку Да конечно Я приду Без проблем Ладно Конечно Мы такого не будем делать Ладно Давай Подытожим Вот Если говорить Тяжело Достаточно Далась Сама операция Ну это нормально Это всем Она тяжело дается Я всегда предупреждаю О том Что операция Морально И физически тяжелая Она тяжелая Последствия тяжелые Ну В смысле Так я скажу Не последствия А последние После операции Несколько вот этих дней После операции Вот это тяжело Когда нельзя Нормально спать Лечь Ты должен там Сидя спать Еще как-то Кстати Лайфхак Вот Все там советуют Вот Да-да-да Все там советуют Вот эту вот подушку Покупать Которую Для вот этого Спать в самолете Где-то в дороге Фигня полная Вообще не работает Отстой На мой взгляд Ну мне не подошло Вообще Я не смог на ней спать И я на Наверное Только второй день Нашел вариант Это вот такой вот Небольшой валик Да Валик Это просто И никто об этом Нигде не писал Не говорил кстати Вот про валик А у меня у дивана Валик Вот И я что-то ночью В этом бреду Просто когда у него Хреново У меня там все болит Я не могу спать Я уже Я просто его беру Так вот кладу И думаю О да Это оно Это оно Получается что у тебя Как бы голова на весу И ты не повреждаешь себе Вот эту зону Ничего И ты спокойно Вообще Полноценно можешь Распределить вес Как бы головы Туда куда надо Слушай Ну будем пробовать На самом деле Видишь Я как бы Признаюсь Я себе лично Волосы не пересаживал Поэтому Тут какие-то моменты Заимствую Опять же У других Так сказать Врачей У турков Но это нормально Когда ты у кого что-то Заимствуешь Вот С валиком Историю Будем пробовать Будем проводить Почему нет Вещь хорошая Ну подушка Вали Ну я понял Да То есть мягкая Такая достаточно А в целом Все равно Все сложности Если мы так В стокумности берем Вот ты доволен Операцией Я Крайне доволен Я так счастлив Что я это сделал Я не представляю Как было бы сейчас Если бы я этого не сделал Я бы ходил Реально Смотрел на себя Думал Ну что ты Заскув Ну реально Извините за эти слова Просто какой-то ужас Ну реально Мне прям Ну а какие у меня были варианты Бриться Типа на лосо Все равно было бы видно Все равно было бы видно Что лысина здесь есть И Каждый раз Скоблить вот так Чтобы совсем лысый был Ну тоже не очень Короче Я очень рад Очень благодарен тебе Что ты Что ты Как бы Появился В моей жизни Вот так вот Короче Советуешь людям Я категорически советую Всем кто Вообще парится На эту тему Решать этот вопрос Не в Турции А вот у Матвея Ну отлично Все Я думаю Мы с тобой На этом можем заканчивать И я тебе Очень благодарен То что ты Уделил время Пришел Мы с тобой пообщались Сделали такой Живой видеоотзыв В формате подкаста Да Вот Была какая-то Очень интересная информация Очень полезная Для будущих пациентов И может быть Для тех Кто собирается Делать операцию Не обязательно у меня Там просто Кто-то увидит И поймет Что вот Валик буду покупать Спасибо тебе большое Спасибо тебе большое А знаешь Что еще я забыл Ты мне в прошлый раз Когда мы с тобой Увиделись Сделал подарок Да А я тоже придес Итак Вот он Это конечно Не операция Ой Да Но Это Футболка Коллекционная Ее нельзя купить нигде Это чисто для наших друзей Исключительно И там Для таких самых Крепких фанатов Вот я тебе ее вручаю Посмотрю скорее Так 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 О я вижу Это ты да В BDSM костюме Каком-то Нет Это не я В BDSM костюме Так Я сейчас покажу На камеру Опа Теперь сам посмотрю Это у нас Под каждый релиз Вот в такой стилистике Выходят коллекционные футболки То есть Ну это про Русов Нет Это Манкурт Предыдущий альбом А это Манкурт Под каждый большой релиз Да Под каждый большой релиз У нас выходит Вот такая вот история Где мы В контексте Релиза А где здесь ты? Я Я сначала думал Что вот Ну в смысле где? Ну вот по центру С бородой большой Нет А вот Ну конечно А Димон Смотри у нас клавишник Где он в песке Отсылочка Советское кино Подожди Внизу справа Да Да Покажи на камеру Надо это надеть Просто Вот Вот тут Песочки Да Ну все Я прям Сейчас надену И мы с тобой сфоткаемся Класс Давай Надеюсь размер тебе подойдет Будет оверсайз Вообще шикарно Ну это М Я думаю Что тебе Спасибо тебе большое Спасибо тебе большое Все Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok